Как устроены настенные газовые котлы и какие они бывают? Наверное, будет лишним объяснять, для чего нужны газовые котлы. Конечно же, для нагревания воды. Или, говоря научным языком, для передачи тепловой энергии от продуктов сгорания теплоносителю. Настенные газовые котлы бывают одноконтурные и двухконтурные, традиционные и конденсационные, с открытой камерой сгорания и с закрытой камерой сгорания, или турбированной. Одноконтурный котел работает только на отопление. Двухконтурный котел, или комбинированный, работает и на отопление, и на приготовление горячей воды. Итак, как же устроен настенный газовый котел? Котел состоит из горелки с газовой арматурой, первичного теплообменника, циркуляционного насоса, расширительного бака, автоматики управления и устройств безопасности, а также контура приготовления горячей воды, если котел двухконтурный. В общем, котел укомплектован всем, что необходимо для работы системы отопления. Он, по сути, представляет собой котельную в миниатюре. Наибольшей популярностью пользуется котел двухконтурный. Он имеет два теплообменника. Первичный, в котором тепло от продуктов сгорания передается теплоносителю, и вторичный, в котором от теплоносителя нагревается холодная водопроводная вода. Реже встречаются комбинированные котлы с одним теплообменником, в котором нагревается и теплоноситель, и вода для системы горячего водоснабжения. Современные навесные котлы имеют модуляцию мощности, то есть они могут изменять количество генерируемого тепла в зависимости от текущих потребностей системы отопления. Учтите, для того, чтобы котел мог работать от сжиженного баллонного газа, необходимо приобрести и установить соответствующий комплект для перенастройки котла. Поговорим о системах защиты, контроля и диагностики. Все настенные котлы выпускаются с модулируемой горелкой. Она позволяет по мере необходимости регулировать подачу газа, то есть производить модуляцию пламени. Применение автоматической модуляции в двухконтурном котле позволяет точно поддерживать заданную пользователем температуру воды, независимо от ее расхода. Согласитесь, очень удобно. Как бы вы не изменяли расход воды, ее температура останется постоянной. Учтите, что режим модуляции требует практически постоянной работы горелок. Однако суммарный расход газа при этом не увеличивается, а наоборот уменьшается за счет более оптимального его использования. Современный котел оснащен встроенными датчиками температуры. В двухконтурном котле они установлены и в контуре отопления, и в контуре приготовления горячей воды. Большинство котлов имеют встроенные системы защиты. При отключении электропитания такой котел отключается, а после возобновления электроснабжения автоматически включается и продолжает работу. А вот при прекращении подачи газа автоматика перекроет электромагнитный клапан, который контролирует подачу газа в котел, и перезапускать его придется вручную. Защита от замерзания пригодится для нежилых помещений или дач, отапливать которые в зимнее время нет необходимости. Суть действия данной системы защиты заключается в том, что котел работает в энергосберегающем режиме. При помощи датчиков он контролирует температуру теплоносителя. Если она снижается до 5-6 градусов Цельсия, котел включается, прогревает систему отопления и снова выключается. И, наконец, есть защита от блокировки циркуляционного насоса. Она полезна летом, когда система отопления не работает. Раз в сутки, минуты на две, насос включается. Таким образом, ротор насоса избавляется от длительного простоя, и вероятность выхода его из строя значительно снижается. Некоторые котлы имеют встроенную систему самодиагностики. Она анализирует состояние элементов котла и в случае неисправности выдает на табло код ошибки. Таким образом, диагностируется 90% всех возможных неисправностей. Пользователю остается только сообщить код ошибки представителю сервисной службы. И тот будет знать, какой объем работы ему предстоит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова